привет привет всем сегодня я хочу показать свою новую находку акрил стирольный лак раньше я никогда жизни не пользовалась у меня был только акриловый а потом обнаружилось я в воде держу кисточки обнаружилась у меня аллергия на акрил вот как в принципе и на все остальное на всякую разную химию и выбора не осталось только как проветривать работать в респираторе осталось только выбирать самое качественное и эффективное для меня материалы поэтому я остановилась на акрил стирольном лаке он дает глубину алкидного или яхтного лака и в то же самое время сохнет достаточно быстро как акрила щетине стойкис на длинной ножки так ребят я не художник у меня терминология не художественная скорее техники имитации докупаж вот это моя стихия была раньше поэтому если я что-то называю не так вот таким вот образом я лачу это город львов вот так я хочу показать как я приловчилась лачить свои работы потому что это кисть на длинной ножке лак липкий и это кисть на длинной ножке защищает руки и одновременно за счет стирольного своего состава оно дает достаточно длительное время жизни для лака по сравнению с акриловым и в то же самое время он сохнет не так долго как яхтный и разбивать глянец в случае надобности так ну при потребности можно относительно долго ну приблизительно минут 10-15 а затем он схватывается если разбивать глянец долго если нужно матовое покрытие то лучше конечно этим заняться где-то минут после 10 шикарный лак я знаю что некоторые художники его не любят а некоторые любят я познакомилась с этим лаком от двух людей во-первых это было давно-давно мария павлова я с ней в интернете в инстаграме ознакомилась с ее аккаунтом она именно вот так же разбивала лак на пионах а затем я познакомилась акриловым лаком второй раз вот этим акрила акрил стирольным на канале валентины зайцевой она даже свои масляные краски замешивает на акрил стирольном лаке с льняным маслом ну вот так я не иногда оставляю а затем прохожусь вот так верхушкой кисти чтобы разбить лишний глянец мы еще в технике докупажа с натальей родиной когда-то так разбивали глянец так сейчас я к нему вернусь вот эта картинка я ее очень сильно люблю у нее даже есть малюсенькая история я ее скачала из интернета такую крошечную картинку кстати мне для миниатюрных работ очень хорошо работать с с фотографиями в смартфоне вот такого размера очень удобно и я скачала эту картинку в интернете нарисовала ее даже выставила уже на продажу а потом однажды instagram нашла эту аллею вот этот отель и эти фотографии снимают либо сам отель либо гости отеля я увидела что кто-то из гостей выставил подобную аллею только в акварели на сайт или на аккаунт этого отеля и я послала им свою вот эту картинку я думала может быть ее купят или хотя бы ознакомиться с существованием некоторых добропорядочных интернет корыстовачив которые рисуют по фотографиям из интернета не глядя вот мне прислали как бы свое молчаливое добро сказали супер спасибо что показали я таким образом получила как я выразилась молчаливое добро на изображение этой работы да я не стала говорить что я что я выставила эту работу на продажу поскольку тут уже вступают как для меня лично не только морально этические какие-то аспекты но и ну как бы свобода да определенная должна быть у человека который увидел фотографию фотографию в открытом доступе и нарисовал ее то есть на нее не было заявлено прав она не была заблокирована либо на ней не было вот этих водяных знаков то есть она была открыта поэтому я не сочла нужным писать ребята я ее продаю и прошу за меня 28 долларов в принципе вот мои фотографии я вижу в интернете тоже я делала некоторые декорации для декора для квартир суточной аренды в львове и затем я увидела да мало того я увидела даже свою личную квартиру на чужом сайте и сначала я описала ребята снимите это все таки моя квартира все вот вот я ее покрыла лаком и разбила глянец вот он конечно сразу же возвращается но зато преимущество такого способа что вы сразу прокрашиваете торцы и и достаточно тонким слоем для меня этот лап конечно намного удобнее чем акриловый вот она вся такая полу полуматовая получилась так помимо этого этот лак акрил стироль на очень хорошо так а здесь конечно глянец глянец еще этот акрил стирольный лак очень хорошо смывается с пальцев хорошо проветривается а если работу сразу же просушить потом под горячим на горячем воздухе или под горячим ну фен или батарея только не вдыхать пожалуйста это то она высыхает сразу же вот в этом ее плюс вот за что я люблю ее глубина цвета остается а мазки мазки она отдает вот то есть очень тонкий слой в отличие от моего любимого акрила акрилового лака который забирает рельеф и выравнивает такие драгоценные мазки которые ты старался старался наваять они выравниваются лак по высоте вот я разбила глянец я втерла лак это по видео мария в инстаграм вот такие получились у меня картинки более сочные глубокие я вот так слегка слегка протираю ручку от нее тоже на всякий случай водичку водички они у меня живут еще у меня есть вот такой крошечный пинцет для снятия шерсти моего любимого кота и это был акрилстирольный лак он стоит 176 гривен в львове я его очень люблю его хватает на очень-очень долгое время на сегодня все пока